друзья всем привет по первым секундам небось подумали что очередной обзор белуги ну в коем роде да может быть небольшой обзор но по факту нет смотрите в чем суть приехал мне вот такой ford bronco посмотрите просто флуоресцентный цвет такой окошки заклеены вот так вот люди развлекаются белуга и вот видите в чем проблема ту-ду-ду вот в чем проблема вот с чем нам стоит предстоит заниматься в общем сломали вал сломался он не по дороге я между к катали тачку вот просто уронили точнее упали прямо на нее в общем надо отремонтировать ну и и заменить на ней электронику погнали для меня по факту то в этом ничего никакой сложности нет он запчасти уже у меня есть вот запчасти оригинальные сейчас просто разберем с вами редуктор заменим и обслужим обязательно все смажем вот условие такое было и заменим электронику поставим сюда опять аппаратуру семиканальную вот с модулем света которая и перепаяем провода уже хозяин начал как бы это делать но по ходу что-то он напутал и спалил приемник в общем сейчас мы назад это все дело разберем и сделаем как на моей белуге в общем сначала шасси а потом свет погнали вот так обломила вал он просто расставляется из крышка собирается смазочки тут нет мы сейчас все добавим подшипники ничего сверхъестественного сразу скажу можно поменять полностью портал и пост портал поставить от инжоры вот они сюда подходят но менять надо полностью весь вот этот редуктор полностью в сборе вот мы сейчас ремонтируем только вал вот и обслуживаем мосты коробку но редуктора мосты коробку вот и делаем электронику вот так вот это значит выглядит вот слабое место получается конечно сломать сложно но видите можно так что так набили значит смазочки сильно много тоже не надо все должно быть всего в меру сейчас вам покажу вот на подшипники смазочки на шестереночки смазочки вот там чтобы было посадки смазочка и все что тут у нас самое главное чтобы жили просто долго подшипники вот остальное в принципе отсюда смазочка не даст пройти вовнутрь говорится грязи воде ну и все остальное в принципе будет там все крутится вертеться я думаю для вас это не новость в общем покажу еще здесь что тут тоже ничего особо нету вот смазываем значит все два где подшипники сидят и саму гпшку просто чтобы было смазочка не набиваем до полна а то потом все не будет крутиться смазываем что вы просто подольше жило них не захрясли подшипники от воды вот и все все поднабили подшипники и смотрим вот так вот должно легко у нас с вами все крутится поняли чтобы нигде ничего не зажимала вот смотрите второй редуктор тоже полностью весь сухой вот вообще многие спрашивают у меня что вот надо сделать с моделью с моделью надо заменить наконечники потому что вот это все болтается это все болтается вот в наконечниках люфты туда-сюда вот это сейчас меняем с вами тяги но тяги не надо менять железки им ничего не будет наконечники поменяли и вот эта болтанка у вас вся прекратилась и модель стала более сбалансированная она будет ездить но как говорится вот этот туда-сюда лишние люфты лишняя болтанка все разбивает разбивает здесь гпшку болтается вот ну и соответственно все остальное уходит в освоясь и так сказать ну все ладно я тут занимаюсь а вы смотрите вот снимаю сам сижу и говорю а если вообще смысл снимать в общем во всех редукторах сухо так что купили сразу разбираем и смазываем пока не ушатали потому что без маски подшипники у вас умрут потом начнет тяжело крутиться сгорит мотор вот ну и начинается у вас так сказать ваш ремонт поэтому делайте все вовремя так друзья пока смазываю между делом еще смотрите утяжелители cross rc 25 грамм я не 26 вот на эти болты подходит остальное вот ничего не подходит большие вот от этих м а 42 грамма вообще сюда никуда но вот колесо одеваю назад колесо крутится не день что не цепляется но лучше конечно если диски вас будут уже 2 и 2 тогда вообще будет идеально вот если хотите вот такие вот можете себе повесить они никуда не денутся держится все крепко вот так что можно поставить такое вам небольшое дополнение между делом так друзья мои в коробке тоже самое вот понемножку добавляю тут все делаю так вот и все выглядит не открутились два болта один здесь один снизу пришлось сразу менять еще на новые вот я когда свои разбирал вроде все было нормально но тут вроде тоже никто еще не обслуживал не лазил вот поэтому странно почему не откручиваются сорванные бошки ну ладно не суть в общем то ложечку практически завершил сейчас коробочку доделываю вот все устанавливаю и начну заниматься светом вот потому что надо разобраться с этими проводочками что тут понаделали ну ладно время идет тачка дольше проживет так друзья при разборе сзади задний редуктор получается вот эта часть 3 шестеренки здесь три болта на средней части у нас три болта здесь и два болта я тут раз два не забываем при разборе и сборке тоже нато разбираете разбираем потом болты остаются вот три отсюда 2 оттуда 5 штук на средней части 3 на задней ну в средней части в принципе получше немножечко устроена у нас побольше смазочки так что чуть-чуть добавим и вперед так друзья и еще самое главное не забываем моторам у просто взять и хотя бы но не хотя бы я просто беру скотчем и и все обматываю вот обрезаю сердцевину потом ну чтобы был мотор отверстие делаю и вставляю туда не хватает буквально там два миллиметра может быть короче два слоя мама матану и вообще все ништяк все вон она он стоит просто ну коли разбираете над делать до конца уж так что вот собрал все метод крутится уже в общем до собираю шасси колеса вот тоже отклеили блин и мне уже замучили они соскакивать покрышки вот доделываем сейчас сюда под аккумулятор отсек вот и в принципе все готово переходим к электрической части так в общем ставим вот опять такую же аппаратуру все у нас крутится все вертится заменили серво сразу уж вот старый приемник работает так друзья и доделаем давайте свет с вами давайте доделаем свет я думаю вы видео мои уже смотрели вот сейчас мне предстоит тоже на этой белуге после обслуживания замены сервы вот надо заняться проводкой значит вот они у нас провода спереди берем черные это габарит втыкаем его просто в приемник в минус потому что плюс у нас идет желтый вот смотрите желтый соединяем с красный с красным вот который идет в приемничек вот туда минус вот эти красные это получается ближний дальний вот все соответственно у нас плюс желтый на на пи на передних фарах и то же самое вот они еще провода не собраны желтый плюс на задние фары все остальные провода это минусы их мы делаем на минус черненькие проводочки плюсовых только два в приемник втыкается все остальные я просто беру и откусываю посмотрите видео или вот на моей модели вот видите все отпуска только два плюсовых провода все остальное все только минусы вот я их так называю вот потому что но я не электрик не знает там фаза 0 я эти понятия не знаю вот я это использую так желтый плюс на передней и на задних фарах все вот сюда втыкаем остальное все минусы соответственно вы уже ничего не закоротите просто скручиваете как я вам сказал и все у вас получится вот габариты я использую отдельно от приемника чтобы можно было катать без общего модуля света вот и все в общем я сейчас все дело соединяю и в принципе запечатываю тачку и отправляю клиенту тачка готова паять я наверное не буду просто на скрутках захотят пускай удлиняют потому что провода надо удлинять чтобы поставить их в нормальный бокс вот так что я вам покажу на своей модели в следующий раз как это все запихнуть туда ну все друзья вот такая вот работа проделана вот на все подписано все сделал обслужил отремонтировал собрал вот такая вот интересная белуга у нас было в мастерской ну все всем спасибо за просмотр будут вопросы пишите а так все пока пока